Всем привет! Я вновь рада приветствовать вас на канале. И сегодня у меня для вас радостная новость. Канал не закрывается, он принадлежит и будет развиваться творческой студией Таир. И это говорит о том, что кроме меня на канале будут размещены видео других интересных мастеров. А я периодически буду участвовать, как приглашенный гость. И пожалуйста, напишите в комментариях, какого формата и на какие темы мастер-классы вы хотели бы видеть на данном канале. Так, ну и сегодня я хочу показать вам новую модель росписи свадебных бокалов. Я думаю, это будет очень актуально, потому что уже наступил сезон свадеб. Весна, лето. Поэтому я думаю, эта тема будет вам интересна. Вот так будет выглядеть наша сегодняшняя работа. Это имитация кружевной ленты на бокале. Для этого нам понадобятся бокалы любой формы, которая вам нравится. Для самой росписи я беру контур по стеклу и твердым поверхностям фирмы Таир. Именно белый. И так как сами бокалы я запекать не буду, потому что роспись белая и, скажем так, при запекании чаще всего она желтеет. Поэтому для покрытия рисунка, чтобы увеличить его прочность, я беру лак также фирмы Таир. Именно глянцевый. Они есть в двух видах. Матовый и глянцевый. Но на работах именно по стеклу глянцевый смотрится наиболее выигрышно. И беру кисть, в которой мы будем наносить лак. Самый первый этап, вы уже про него знаете, но я думаю, не лишним будет напомнить. Это обезжиривание стекла перед работой. Я это делаю жидкостью для снятия лака. Вы можете сделать любым спиртосодержащим раствором. Если есть дома спирт, можно водка, ну, либо вот жидкость для снятия лака. Хорошенько обезжириваем. Перед обезжириванием мы моем посуду в теплой воде жидкостью для мытья посуды. Высушиваем. И только потом приступаем к дополнительным обезжириваниям. То же самое при росписи ножки, когда мы будем делать дно. Но нам надо будет еще раз обезжирить донышко. Потому что пока мы будем его держать, конечно, где-то пальцы останутся. Поэтому про этот момент не забывайте, пожалуйста. Дальше я, как всегда, сделаю темный наполнитель из ниток, чтобы вам хорошо были видны все этапы работы. Вот так на темном фоне будет хорошо все видно. Для этой работы нам понадобится трафарет. Ну, не трафарет, а вот такая заготовочка. Это обычная бумага, полосочка бумаги, которую нам нужно будет закрепить примерно по центру бокала. Когда располагаем рисунок на бокале, всегда нужно помнить о том, что верхняя часть, вот этот сантиметр два, они должны быть свободны от росписи. Чтобы при касании губ краска не соприкасалась. Об этом я уже говорила, что всегда оставлять в посуде, которой пользуемся для питья, это кружки, рюмки, бокалы, всегда верхнюю часть мы оставляем свободную от росписи. Поэтому, когда располагаем рисунок, помним о том, что нам вот примерно, чтобы осталось вот это расстояние. Сейчас я закреплю, крепить буду кусочком пластыря, и покажу вам, как это получится. Вот что у нас получилось. Здесь я закрепила кусочком пластыря, вы можете скотчем, чем угодно, лишь бы оно держалось. Это будет наша линия разметки. Так, а сейчас мы берем контур, прорисовываем это точечно, то есть сверху линии ставим мелкие точки. Так, по кругу. И то же самое мы делаем снизу. Ширина вот этой нашей полоски может быть абсолютно любая, на ваше усмотрение. Здесь нет никакой разницы. Можно сантиметр, можно два. После того, как мы по кругу проставили точечки сверху и снизу, мы оставляем роспись до полного высыхания. Потому что, если вы сейчас начнете снимать вот эту бумажку, эту полосочку, вы размажете всю роспись, которую вы сделали. То есть все труды пойдут на смарку, грубо говоря. Поэтому нужно подождать, пока они полностью высохнут, и только тогда снять. Так, дальше понадобится специальный карандаш для рисования по стеклу, керамике и твердым поверхностям. Они продаются обычно в отделе художников. Вот такой белый карандаш для разметки. После того, как вот эта наша часть высохла, мы делаем такой легкий эскиз. Так, вам, наверное, не видно, поэтому я обведу элемент потолще. Хотя делать так не надо, надо делать тоненько, но я это делаю чисто для того, чтобы вам было видно, виден тот элемент, который я хочу показать. Потом я, конечно, это сотру. Так, ну вот такая волна по кругу. И то же самое мы делаем внизу. Делаем это с зеркальной симметрией. То есть там, где выпуклость, у нас выпуклость. Там, где впадина, впадина. То же самое, только отзеркаливаем на нижнюю поверхность. Ну вот, я думаю, принцип вам понятен. По кругу бокала делаем такие волнообразные элементы. Делаем это с зеркальной симметрией. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мы закончили основную прорисовку. Это то, что называется эскизом. Это просто прямые линии без точек. И вот теперь мы приступаем, скажем так, к основному декору. То, что мы будем прорисовывать точками. То, что дает эффект кружева, эффект нарядности, вязки такой, как будто это ручная вязка. Все это делается именно точками. Много времени ушло на эскиз, потому что именно эта модель бокала достаточно сложная. Все рисунки, которые геометрические, они, конечно, требуют времени. Времени усидчивости. Еще один такой момент, который я упустила и вам не сказала. Когда вы будете рассчитывать вот эти дуги, вам же надо будет поделить на равные отрезки вот эту нашу полосочку. Так вот, количество этих отрезков обязательно должно быть четным. 8, 10, 12, потому что в ином случае, если это будет нечетное число, у вас вот эти линии просто не сойдутся. Это очень важный момент в этом рисунке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и в завершение я решила еще немножко дополнить роспись контуром для создания жемчуга. Это также фирмы Tair. Жемчужно-белый тон. Только я буду ставить не жемчуг, не круглые жемчужинки, а такие вытянутые капельки. Теперь даем росписи полностью высохнуть и будем покрывать лаком. Ну и окончательный этап мы будем покрывать нашу роспись лаком по линиям рисунка. Старайтесь выбирать удобные кисти, чтобы они не были широкие, чтобы они были достаточно гибкие. Тогда весь этот процесс покрытия займет у вас совсем немного времени. Так покрываем всю работу по кругу. Ну а я вам по традиции показываю, как выглядит бокал в деле, скажем так. Вот он наполнен. Вся роспись отлично видна. Ну а вы оцениваете видео. Обязательно пишите комментарии. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы вы не потеряли новое вышедшее видео. Ну а я вам скажу, до новых встреч, мои дорогие!